В этом ролике я хочу поделиться о том, какая литература помогает нам, помогла даже вернее понять, в каком направлении лучше двигаться в воспитании деток, какие нюансы учитывать. И помогла нам глубоко разобраться в этом, потому что нас с мужем никто не учил воспитывать наших деток. То есть приходилось самому приходить к каким-то вещам, и на самом деле, когда некому рядом подсказать, тоже опытным родителям, допустим, не всегда, если, допустим, дети, которых их родители научили правильно воспитывать деток, приходится по советам, по каким-то крохам собирать информацию. И в свое время нам очень-очень помогли книги, на основе которых мы сейчас и воспитываем своих деток. Для тех, у кого есть мальчики, очень сильно рекомендуем книжку «У вас растут сыновья». Книга рассказывает, почему мальчики ведут себя именно так, как они ведут, почему они там ломают все, очень активные и так далее. Ну, то есть очень хорошая книга. Значит, это книжка для подростков, у кого есть подростки. Вот мы ее тоже купили, очень хорошо объясняет, ну, рано или поздно мы тоже с этим столкнемся, поэтому решили, что она не лишняя. То есть очень много вопросов тут поднимается, о чем нужно заниматься, начинать задумываться, когда детки очень маленькие, чтобы не было трудностей в подростковом возрасте. Поэтому, я думаю, она важна и для тех, у кого маленькие детки. Значит, буду говорить, у «У вас растут сыновья» Джеймс Добсон. Здесь «Чудо-годы», вот я так буду снимать, Сэм и Джерри Лэнг, Элизабет Лэнг Томпсон. Очень хорошая книга, прям оригинальная книга. «Как наставить ребенка на пути, стын, и при этом не сойти с ума воспитание реальностью» Кевин Лемон. Книга говорит о том, как выпустить ребенка, готового к реальности. То есть, потому что часто реальность дома одна, реальность в мире другая. Вот, поэтому важно подготовить ребенка к тому, с чем он столкнется, когда вырастет. Вот, и очень советы учат ответственности. Значит, книга «Порядок рождения» Кевин Лемон. Книга рассказывает о том, чем отличаются детки, которые родились первые, средние детки и последние. На самом деле, помогает как взрослым разобраться самому в себе, так и понять, почему старший ребенок себя ведет по одному, а младший совершенно по-другому. То есть, очень рекомендую вот эту книгу. Книга «Как быть пастрем своего ребенка» Дэк Трип рассказывает о том, как с духовной точки зрения смотреть на ребенка, как смотреть на сердце ребенка, почему он ведет себя так или иначе, в каких случаях стоит наказывать ребенка, в каких нужно его пожалеть или направить другим методом. Тоже очень-очень глубокая книга. Я думаю, что вот эта именно книга должна быть самой первой книгой родителей. И книга «Как по-настоящему любить своего ребенка» автор Рос Кэмпелл рассказывает о том, что ребенку важно смотреть в глаза, гладить его, почему это так важно. Ну вот тут несколько рассказывается методов, несколько хороших моментов. Что делать, когда нету много времени уделять ребенку, но чтобы он при этом себя чувствовал хорошо, чтобы все-таки успевать в нашем загруженном мире, в графике, успевать показать ребенку, что мы его любим. Ну вот такие книги, да, и «Сексуальное воспитание детей», «Воспитание деток в сексуальной чистоте», «Как подготовить детей к таинству супружеского ложа», «Тим Беверли Лахей». Вот такая книжка тоже. Я говорила об этой книге в другом ролике. Но вот эти книги нам очень-очень сильно помогли. Это наши настольные книги, мы время от времени их перечитываем. Очень рекомендую. Я знаю и понимаю, что есть много других книг, но я делюсь именно теми книгами, которые помогли в нашей семье нам и помогают дальше.